Сегодня с утра в Государственной Думе была бурная дискуссия. Я поднял вопрос трех знаковых событий. Первое, что мы до сих пор разбираемся, кто в Центральном банке из наших банкиров виноват в том, что российские золотовалютные резервы оказались конфискованы. По сути дела украдены то, что накапливалось десятилетиями, отнималось у каждого пенсионера, у промышленности, у экономики, у сельского хозяйства, у любого работающего человека. Это первая проблема, о которой тоже депутаты обязаны ответить. Я надеюсь, что эта проблема будет в центре обсуждения при отчете госпожи Набиулиной, Центральный банк. Следующий вопрос, опять же та же проблема, о которой вы говорите, это так называемый технический дефолт Российской Федерации. Я поднял этот вопрос и говорю, мы должны разобраться с господином Силуановым, с Министерством финансов, который в условиях профицитного бюджета, в условиях того, что у нас золотовалютный, по сути дела, дождь, лился на страну благодаря высоким ценам на нефть, газ, основные продукты экспорта Российской Федерации, но тупо брало кредиты, валютные кредиты, увеличивая государственный долг Российской Федерации. И вот сейчас, когда блокированы наши резервы, сейчас, когда нам запрещают из них производить выплату по этим кредитам, естественно, наступает технический дефолт. Господин Володин на меня набросился, никакого дефолта не будет. Ну, можно отрицать у камеры в Государственной Думе, что никакого дефолта не будет, но технический, то есть вынужденный, то есть тем, что, по сути дела, нам не дают возможности оплатить вот эти кредиты, которые набрал непонятно для чего господин Силуанов и утверждала в бюджете «Единая Россия». То есть я понимаю, что правда колет глаза, но, господа, отвечайте за эти вещи. Зачем вы набрали кредиты, теперь вы вынуждены их выплачивать в условиях блокирования наших резервов. И третий вопрос, который в том числе был в центре дискуссии, это, по сути дела, кража, блокировка, 200 картин из Эрмитажа, региональных музеев, Третьяковки. Это шедевры западноевропейской живописи, русской живописи, которые конфисковала, по сути дела, Финляндия при попытке их вести с выставки, которая была организована в Париже, в Российской Федерации. Таких картин, кстати, сейчас в мире наших картин на такого рода выставках немало. В Сеуле 85 шедевров русского авангарда, яйца Фаберже, декоративно-прикладное искусство Российской Федерации. То есть все это вывозилось без гарантии возврата, все это возилось не на основе взаимности. Ведь если такая уж сложная международная ситуация, то и вы проводите выставки, то, пожалуйста, на основе взаимности привозите выставку с той стороны, и на основе взаимности привозите наши картины. Опять наступили на те же грабли, что в данном случае со скифским золотом. То есть я поставил этот вопрос, слава богу, господин Володин поддержал это предложение. Посмотрим, как еще Единая Россия проголосует, но опять же разразился антикоммунистическая тирада, и оказывается во всем виновата кто там, компартия Ленин, который в шалаше был в Финляндии, ну и компартия Финляндии заодно, что плохо защищает наши интересы. Говорю, ну да, там нет Единой России, но там есть Единая Финляндия. Она такая же, как и эта, выступает против национально-государственных интересов. Поэтому ситуация очень тревожная. И вот этот технический дефолт, который, по сути дела, возник, он искусственный, он делается с западными партнерами, но первопричина – это неразумная социально-экономическая политика, которую вела Единая Россия и наше Министерство финансов. Вообще нужна национальная дискуссия, политическая дискуссия по всем этим вопросам. Значит, вроде замахнулись, будем говорить, начали говорить, что давайте национализируем те компании, которые ушли с российского рынка. Говорят, не-не-не-не, не надо. Дерипаска против, там кто там еще, Виксельберг против. Ну, Газпром-то, по сути дела, его дочки взяли под контроль Германии, дочки Газпрома взяли под контроль и грозят национализации Великобритании. Значит, необходимо адекватно тоже реагировать на эти все вещи. А у нас пока, а не-не-не, лишь бы только левых мер не принимать в отношении, в том числе, западных партнеров. Да. Ну, я думаю, что ситуация заставит принимать решения в рамках концепции мобилизационной экономики. Никуда не деться. И наказывать этих ваших пресловутых партнеров, как сказал господин Медведев, он верит, что возродится Европа, единая, открытая от Лиссабона до Владивостока. Но вот эту жвачку нам со времен Горбачева втюхивали, и потом Ельцина. И опять ее повторяет «Единая Россия» лидер господин Медведев. Не будет «Единой России», «Единой Европы» от Лиссабона, открытой до Владивостока. Понятно, что идет пососшибка цивилизационная России и Запада. Ну, а вы там дальше тешитесь всякими иллюзиями. Нет. Либо-либо. Уже ситуация либо-либо. Значит, нужно соответственно работать и соответствующее решение принимать. А вот это вот ни два, ни полтора, а вдруг рассосется, не рассосется. Уважаемые господа единороссы, принимайте решение, которое вам подсказывает КПРФ.